Тему арендного жилья продолжим обсуждать с управляющим директором Казахстанской ипотечной компании Ерканом Создыковым. Доброе утро, Еркан. Спасибо, что присоединились к нам. Скажите, за время действия программы арендного жилья менялись ли условия кредитования, приоритеты, направления ее? Доброе утро. Как вы знаете, Казахстанская ипотечная компания является одним из операторов в рамках программы Нурлужир по направлению арендное жилье с выкупом. За время действия программы, она действует с 2015 года, требования не изменились, все условия остались прежними. В рамках данной программы могут участвовать граждане, состоящие на учете местных исполнительных органах, как лица, нуждающиеся в жилье. Это в основном социально уязвимые слои населения, люди, которые не имеют жилья и нуждаются в этом жилье. На сегодняшний день, начиная с 2015 года, по всей республике нами уже были введены более 1 миллиона квадратных метров жилья. Это примерно 18,5 тысяч квартир. И на сегодняшний день из них уже распределено более 17 тысяч квартир. В основном люди, которые состоят в очереди, это многодетные семьи, неполные семьи, пенсионеры, работники бюджетных организаций. Это врачи, те же учителя, те же воспитатели детских садов, военнослужащие, государственные служащие, инвалиды первой и второй группы. А также семьи, у которых дети имеются инвалиды, либо дети-сироты. Иркен, смотрите, в 2018 году, по-моему, говорили о том, что программа с правом выкупа, она закончится. То есть сейчас она продолжена, я так понимаю, без права выкупа действует и с правом выкупа арендной жилья. Да, казахстанская ипотечная компания именно реализовывала в рамках программы Нурлужир направление аренда с правом выкупа. То есть имущество, жилье передавалось в аренду сроком на 20 лет, и арендные платежи параллельно погашали стоимость этого жилья. Отдельных платежей на выкуп не требуется. При этом, как я уже озвучил, программа была начата в 2015 году и сейчас идет к завершению. В этом году компании планируются в четырех регионах ввести в эксплуатацию и распределить пять объектов живых недвижимости. Это примерно более 1200 квартир. Сколько в месяц обходится арендное жилье людям без права выкупа и с правом выкупа? Или разницы нет? Хороший вопрос. Поскольку жилье передается в аренду с правом выкупа, в Алмате и в Астане за один квадратный метр ежемесячный платеж не превышает 1120 тенге. А в других регионах арендный платеж за один квадратный метр не должен превышать 924 тенге. Если условно взять двухкомнатную квартиру площадью примерно 40-45 квадратных метров, то арендный платеж ежемесячный будет в пределах 45-50 тысяч тенге. Здесь еще надо отметить, поскольку граждане, участвующие в этой программе, это в основном социально уязвимые слои населения, и у них платежеспособность невысокая, то программой предусмотрена возможность привлечения в качестве гарантов, родственников, знакомых, друзей и так далее. Почему вы завершаете эту программу арендного жилья с правом выкупа? Потому что начала действовать 720-25 или по каким-то еще причинам? Да, на сегодняшний день очень много разных механизмов, направленных на обеспечение доступности жилья населению. То, что начато было в 2015 году, да, оно на сегодняшний день идет к завершению, но в то же время компания сейчас рассматривает новые направления. Об этих направлениях и продуктах, я думаю, будет сообщено дополнительно. Хорошо. Ну что же, спасибо большое. С нами беседовал управляющий директор Казахстанской ипотечной компании Еркан Сыздыков. Я вас благодарю. Ну а мы продолжим.